Всем большой-большой привет! У меня сегодня две хороших новости. Ой, Стеша шумит. Теша, они отпрыгают. Но сначала по традиции показываю своих двух девчонок. Вот они. У нас, как обычно, КТ-КВТ. Слиняла трусиха. У меня завтрак. Сырки закончились творожные, поэтому я перешла на пряники. Пряники, которые откладываются у меня в попе и вляшках. Не знаю, вчера с подружкой разговаривала. Как отказаться от печени? Как отказаться? Я не смогу. Я не смогу отказаться от печени никогда в жизни. Так, плечики. Какие у меня новости? Во-первых, мне пришла посылка с Ивановского трикотажа. Да, я заказываю. Я заказываю за свои деньги. Это не рекламные посылки. Это посылки, которые выбираю я сама. Оплачиваю я сама. В общем, у меня там пришло постельное белье, плед и спортивный костюм. Получу посылку сегодня вечером. Распечатаю, наверное, скорее всего, завтра. Потому что сегодня у меня опять тренировка. В тренировке приеду только в 8 часов. В общем, там видно будет. Просто не хотелось бы распечатку посылки производить уже в потемках. Все равно как бы свет, который от люстры, он не дает такого хорошего освещения, как дневной. Поэтому посмотрим, если терпения не хватит, то распечатаю сегодня. Если хватит терпения, то распечатаю завтра. Завтра суббота. Вторая у меня хорошая новость. Я забронировала места в санатории. И завтра пойду покупать билеты от Екатеринбурга до Магнитогорска. Забронировала через сайт, через их официальный сайт. Санаторий юбилейный Башкирия, озеро Банное. Мне перезвонили, насчитали сумму. Выслали счет оплаты. Получилось у меня 15,505 дней проживания, трехразовое питание. Так что мы с Альбертом едем. 5-го числа сентября мы выезжаем. Из дома. 12-го числа мы возвращаемся. Неделя. 5 дней там. Я счастлива. Я просто счастлива. Я вообще настолько хочу выехать из этого города. Я настолько хочу сменить обстановку. Вы просто себе не представляете. Я привыкла каждый год выезжать, сама вывозить своих детей. Хоть куда. На неделю, на две. Чаще всего, конечно, это три недели с половиной у нас получается. Около месяца. В этом году ничего не получилось. Поэтому я рассмотрела такой вариант, как санаторий. Меня он устроил. Тем более, есть очень хорошие отзывы. Так что мы едем. Мне захотелось купить, честно говоря, новый чемодан. У меня их два. Один я покупала много-много лет назад. Сейчас скажу. Артему было 4 года. Мы ездили в Белгород к моей подруге. Артему 17 практически. Чемодану 13 лет. Он уже, конечно, не в очень хорошем состоянии. Но колесики, ручка, механизмы, все работает. Вот. Внутренности. У него вот эта пластмасса, которая идет по внутреннему, по боковине, она вся растрескалась, сломалась. И чемодан, как бы, потерял форму. Но когда в него накладываешь вещи, он принимает свою обычную форму. Вот. У меня аллергия. Я сижу, чешусь. У меня прямо вот пошла аллергия. Я не могу понять на что. На кофе, что ли, опять. Какой-то насморк с утра взялся. Ну, в общем, он аллергичный у меня. На что там. Вот. И второй чемодан я покупала 3 года. назад. Или 2. 2. 2 года назад. 2 лета я с ним ездила. Он у меня начал разваливаться сразу же в первое лето. Отвалилась ручка, за которую держать надо. Не которая вытягивается и катишь ее, а маленькая ручка. В общем, для меня это было, конечно, неожиданно. Вроде чемодан покупался в хорошем магазине. Ну, вот, качество у него оказалось плохое. Поэтому кручу мысли купить новый чемодан. Но пока еще думаем. То, что мы едем, это уже для меня вообще. Это уже ура! Ладно. Всего хорошего дня. Я сейчас завтракаю на работку. Сработаю на тренировку. В общем, день сурка. Стеша, Стеша, нельзя маму кусать? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стеша, нельзя маму кусать? Нельзя. Мама сказала нельзя, значит нельзя. Да? Да? Ты же умная девочка. Ты же все понимаешь, да? Стеша, нельзя. Да это что хоть такое? Ай-яй-яй. Даже руку убрать невозможно. Кусается. Ты разве кошка? Ты не кошка. Ты какая-то собака злая. Злая причем собака. Ну, красотка. Пока время есть с утра. Ой, как отсвечивает. Хочу переложить всю вот эту картошку, которую сушила, в поддон холодильника. Здесь лежали огурцы, помидоры у меня и капуста. Почему вот отсыревает всегда? Приходится сюда мне газетку уложить, чтобы картошка не отсыревала. Сейчас переложу. Вытерю сначала все это влажное. Переложу. Буду на работу уже собираться. Вот я люблю утром вставать рано. Почему я встаю в 5 часов? Даже не из-за того, что я там хочу сделать зарядку, успеть сделать зарядку. Нет. Я почему люблю это время? Мне нравится встать, да, там сделать зарядку, какие-то упражнения. И при этом еще успеть кучу дел переделать. Убрать у кошель, допустим, да. Немножко порядок навести. Да, и в телефоне посидеть. Газету посидеть сейчас. Но здесь вот есть газетки? Чтобы не мокла картошка. Вот. Как-то вот это утро в 5-7 часов, оно мое. Я часто книги читаю в это время. Очень часто. И вот оно, оно, это утро, оно мое, понимаете? Когда меня никто не отвлекает от каких-то моих дел и задумок. Книги особенно люблю читать в это время. От кофе. Кожу, пью кофе, читаю книжку. И наслаждаюсь этим временем. Дети все равно, как бы, они же, когда вечером, например, я прихожу за мной, они ко мне приходят, они со мной общаются, разговаривают на какие-то темы, рассказывают, как день прошел. Сеша, ну здесь грязно, я сразу лапами пошла с вами. Вот. И, как правило, как бы, вечер, он немой. Вечером я уделяю время с моим детям. Ну, я думаю, у многих людей так, у многих мам, которые работают. Именно так и происходит. Вот. Так не влезла вся остальное, наверное, в другую, в коробку или в корзинку. Вот. Поэтому я люблю встать рано, посидеть, чем-то позаниматься, прибраться, в квартире, книги почитать, в телефоне. Вот так вот. Болкон сделает. Идем с Альбертом за посылкой. Сейчас заберем. Альберт с ней уйдет домой. Да? Там такой куст желтых цветов. Очень красиво. Маки. Маленькие-маленькие маки. Совсем малюсенькие. Петунья такая красивая. Смотри, Альберт. Фиолетовая с белым краешком. С белой окантовочкой. Вообще красиво. О, большие маки. Прям крупные. Молодцы. Насадили красоту. Ну, здесь что-то все заросло. Ну, тоже красиво. Иду и хлюпаю носом. Утром проснулась, немножко побаливает горло, и нос бежит. Прямо насморк бежит. Бежит из носа. Ужас какой-то. Я не болела уже сто лет. У меня иммунитет крепкий. Ну, как сто лет? Лет пять-то я вообще уже не болела простудными заболеваниями. А сегодня встала, и вот целый день нос. О, я не люблю, когда такое состояние. Я все равно пойду на тренировку. Выпрямь спину. Что-то недовольный идет. Что-то недовольный-то идешь. Ты идешь недовольный. У тебя нет настроения. Вообще нет настроения. Я ему сказала, приезжай ко мне на велосипеде, на работу, и мы с тобой поедем опять в лес. Только аккуратненько. Все, он недовольный, настроение пропало. Напрочь причем. Стой здесь. Вот, чуть-чуть. Вот! Я понял, что у меня пока... Весо toujours. Не будем newsletter. Вот. Вот. Продолжение следует... 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 Поэтому посмотрим, на какой-то период времени у нас пусть будет он. Мне нравится, он шикарен. Он просто шикарен вообще. Класс. Так, ну что, дальше. Постельная или костюм? Ты сказала, костюм на последок оставишь. Да? Ну, на последок. Артем! Артем, иди посмотри, как на диване смотрится. Классно? Вы вообще шикардос, да? Мне очень нравится. Мама, смотри, катание для стенок. Так, дальше. Хочу посмотреть вот это постельное. Мне понравилась расцветка. Это полуторка. Бязь. Весна. Мне очень много понравилась расцветка. Насморк замучил. Так, смотрим. Что у нас тут есть? Чудры. А что у нас тут есть? Так, а это простынь. Вот такие вот котейки вверх ногами. Котейки с клубочком. Нарисованы. По ощущениям приятная, но тонкая ткань. Посмотрю, как поведет себя после стирки. Тонкая. Ну, бязь, в принципе, чего я хотела. Так. Простынка. Дальше. Дальше. Наволочка. Большая. 70 на 70. Котики. Это классный котик вообще. Две штучки. Две наволочки. Ну, скажем так, ткань не чисто белая. С оттенком серого. Ну, в принципе, наверное, она и не должна быть чисто белая. Вот. И пододеяльник. У пододеяльника вход внизу. Без замка я заказывала. Можно заказать замком. Поплатить там энную сумму. Мне не принципиально важно иметь замок на постельном белье на пододеяльнике. Так. Потом одену, застилю и посмотрим, как это смотрится уже в пользовании. Клевенько. Пока мне все нравится. Пока мне все устраивает. Какие-то у меня цвета в этот раз все подобраны. Светло-коричневый. Плед светло-коричневый. Постельное белье светло-коричневое. Сейчас начну раскрывать костюм. Он тоже с оттенком светло-коричневого. Костюм. 42 размер. Да, рост в 170. Конечно, меня не совсем устраивает, потому что могут быть мне длинными штаны. Но тоже, знаючи, что Ивановский трикотаж имеет усадку после стирки, я надеюсь, что если у меня что-то длинные, то они быстро сядут. Так. Тоненький. ХБ. ХБ. Вот она, кофточка. Кофточка. Внизу резиночка. На манжетах резиночки. Так, это кофточка. Штаны. Блин, нету резинки внизу. Не так нужна была вот такая резинка внизу, типа манжетных штанинок. Что-то я немножко начинаю расстраиваться. На модели, на сайте он смотрелся немножко по-другому. Вот эти рисунки смотрелись как нашивки. Прямо видно было, как будто это нашивка. Здесь то же самое. Там смотрелось, как будто нашивка. Этот. Кармашки есть. Ладно, одеваю и смотрю, как он будет на мне сидеть. Ну что, вот так штаны сидят. На фигуре сидят идеально, но они откровенно длинные. Они очень длинные. Что-то я не посмотрела, что там написано, не написано. Размерный ряд метр семьдесят. Вот это все мне придется укоротить. Это все надо будет обрезать. Я, конечно, его сначала постираю, посмотрю, насколько он подсядет. Но я немножко расстроена. А так штаны сидят вообще хорошо. Так, куфту. Куфточку. И, честно говоря, я думала, он будет поплотнее. А он такой тоненький. Ну, кофта идеальна. И рукава. Да? И рукава, и все остальные кармашки. Куфта вообще идеальна. Нет, куфта мне определенно нравится. И штаны мне тоже нравятся. Вообще костюм нравится. Но, блин, вот это вот обрезать придется. А это обрезать сантиметров, наверное, блин, десять точно. Я почему-то думала, что внизу будет вот такая же резинка. Вот в этом немножечко я, конечно, подрастроилась. А так он идеально. 42-й. Ой, 42-й никуда не делся. Как тебе? Прикольный? Да. Прикольный. А если еще вон с той курточкой снова? Ну-ка. А ты что, в ней ходила? Или с тобой? На улице так-то 30 градусов жиры. Куда-нибудь. А, нет, на куфту-то нет. Эту курточку на футбольку. На маячку. Нет, точно не на эту куфту. Ну, со штанами-то нормально. Сейчас сниму. Кофту тогда. Прям навздевалась. Кофта клевая, да? Вообще клевая. Ладно, штаны укоротим. Сколько, наверное, рублей 250. Плюс еще к стоимости костюма выходит. А что, штанина носить нельзя? Сама нет, я не буду. Я, конечно, штаны подшивала раньше сама. Ну, как-то... Ой, подожди. На паузу нажми. Я, конечно, раньше подшивала штаны сама, но вот один раз у меня получилось так, что я подшила криво. Одна штанина была длиннее, другая короче. Я потом просто даже носить не смогла. Вот так вот. Нормально. Костюмчик сидит. Костюмчик сел, да? Или как говорят правильно? Так, я его попробую постирать. Посмотрим, насколько сядет. Ну, в любом случае, я посылкой довольна. Очень довольна. Классный плед, классная постельная. Костюмом тоже очень довольна. Вообще всем довольна. Очень довольна. Мне нравится. Я люблю вот такие вот вещи. Прям вот люблю очень. А по костюмам, по спортивным и по кроссовкам, так это вообще шапоголик просто. Да? Угу. Так что подрежу, подошью и будет все почти. Что там Стюша делает? Она с этой хает метелкой. Кошка на кошках. Ну что ж, вот так выглядит эта постельная. Я застелила. У меня одна подушка. Вторую я не стала одевать. Вот такие хорошие котейки. На пододеяльнике. На ощупь. Приятная? Приятная. Но все-таки тонкая. Тонковата. Вот. Как тебе? Вот, мам. Нравится? Угу. Мне нравится. Вот эта кошка. Да, я говорю кошка на кошку. Стелочка. Почти. Точно, слушай. Точно. Точно. Это же наша Стеша. Только ушки... Не загнутые? Не загнутые. Это же наша Стеша. Она не села. Стешарик. Это же ты. Это же ты, Стеша. Так что я теперь еще и спать буду в портретах моей кошки. Если вот эти вот две точки убрать, то будет вылитая стрелочка. Да. Красота. Одним словом. Красота. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok